Идя! Но в принципе об этом ГВ сразу же говорила То есть да, у нас теперь из 7 старых фаз осталось только 5 То есть так же все еще и мув, там стрельба и все это осталось Психофаза и моралька просто выпали Начнем мы с психофазы И собственно на кой хрен-то вообще было выкидывать психофазу ГВ это аргументирует тем, что у некоторых фракций было такое, что они в эту фазу активно играли Прямо там накидывали, ну типа Тысячники, Серый Рыцарь и прочее А некоторые фракции буквально не имели к ней доступа как таковой И поэтому игра была немножко как бы несбалансированной Или что бы там ГВ не имела в виду Но в принципе частично я с этим согласен Скорее хотя это мне больше кажется психологический был фактор Просто ты сидишь такой, ой я ничего не делаю, грустно и грустно И поэтому ГВ решила сменить форм-фактор самих заклинаний Только они будут работать И изначально мы думали, что это будет что-то а-ля того, что было например во времена шестерки Когда заклинания были похожими на те, что они потом стали в итоге там в той же семерке Но самое главное, что они находились у нас не в одну фазу А они у нас были размазаны по всем фазам полностью игры И вот мы их кассили в нужные моменты Тут же получается, что мы в итоге сейчас получили Что мы сейчас видим на примерах двух психеров, которые нам показали Нам показали Лебрафтер Марморий и нам показали Орочева Вердока И интересно что, что да, предположения оказались частично верными, но частично неверными Заклинания именно в тот момент, когда их надо применять Стали похожи действительно на те времена, когда заклинания были у нас размазаны по всем ходам Но есть один нюанс Сам тип заклинаний пропал Фактически, фактически из того, что мы сейчас видим У нас нет такого вообще сейчас как бы штуки, как каст То есть мы не можем провалить этот каст Ну хотя есть нюансы, о них поговорим чуть позже Но само заклинание по умолчанию теперь просто срабатывает Почему? Потому что, во-первых, нам показали, например, у Терминатора Это Смайт, да, тот Смайт, к которому мы всегда привыкли И Смайт, да, это теперь стрелковая атака Что на самом деле достаточно прикольно, как по мне Ну мы это рассказывали как-то в новостях Я рассказывал, что то, что сейчас у нас все заклинания превратились просто буквально в удары морталками Это было достаточно печально А в данном случае мы видим, что у нас появляется как бы стрелковый профик Кто-то скажет, что это говно, будем стрелять Но это позволит в дальнейшем сделать систему кастов более разнообразной То есть разные стрелковые заклинания будут работать по разному профилю Ну банально, например, какие-то будут там противотанковые Какие-то противопехотные, кто-то там противоэлит Ну в общем, возможность расширения этого бесконечная И это гораздо веселее, чем просто варьировать количество морталок И в какое количество отрядов они могут вылетать Смайт у нас имеет профиль 5-1 Д3 и Д6 выстрелов То есть также все еще какое-то рандомное количество выстрелов Но достаточно болезненных, возможно, для некоторых будут отрядов При этом у нас есть две его версии У нас есть усиленный смайт, для этого, опять же, нам ничего, ну вроде бы пока что Не надо не кидать Просто это своеобразная перегретая версия смайта У него что, собственно, меняется? У него увеличивается сил, увеличивается АП на единичку Что, ну, приятно, почему бы и нет И интересные штуки У него появляются два правила Очень интересных нам Это первое, девастетинг вунц Это, напоминаю, штука, которая позволяет вам наносить Морталки на шестерочку ту вунц, если я правильно помню Эквивалентную дамагу, которая здесь находится Да, это опять морталки, но это как бы Если вы прокинули шестерку, а может вы не прокинули Хрен его знает Вот И другое правило, появляющее Это хазардос Это правило, которое нам с ГВ, собственно, засполерило Как оно будет работать, но точно не сказала Судя по всему, это старое правило перегрева Собственно, заключается оно, скорее всего, в том, что на единичку там Тухит, или еще на какой бросок Скорее всего, единичка тухит Будет влетать морталка в себя При этом ГВ пока что нам так, это, конечно, затезерило Но, судя по всему, оно будет немножко теперь различаться В зависимости от того, на кого это у нас эффект отложится То есть, если это разжится на многовундовую модель Эта модель будет получать просто морталку Если одна мундовая, она будет уничтожаться В чем здесь вообще разница, не совсем понимаю Ну, ладно, пусть будет Вот, то есть, уже, типа, стрелковые атаки у нас У псайкера нашего становятся вполне себе интересными Но, и это еще у нас не все Потому что у нас появилась такая штука У, собственно, стрелковых атак У них есть кейворд психик Ну, точнее, вот правило психик И пока что мы не знаем, конечно, как с этим взаимодействовать И что там еще с этим будет Но мы уже видели одно правило у самого же Лебра Которое, собственно, о чем и говорит Что психикуд Новое правило психикуда Скорее всего, оно будет, опять же, у всех моделей с психикудом Говорит, что модель с психикудом На 4+, игнорирует вунды, полученные именно от психикоружия Собственно, такое своеобразное крутое ФНП Но работающее уже даже не от Морталок А работающее именно от психикоружия Что достаточно интересно Если Мортала количество в игре станет меньше Но при этом появится возможность именно блочить Именно психосилы Это прикольно Это прикольно, но надо посмотреть, конечно, опять же Как это будет все реализовано На каких-то моделях это будет У кого не будет Возможно, опять же, конечно, не достанется этого правила Тому, кому мы можем ожидать Но в целом, интересно Возможно, тем более потенциально Это, опять же, приведет к тому Что у нас, наконец-таки, появятся Именно больше моделей Которые специализируются на том Что они анти-псайкеры Например, вот те же БТшники У них появится именно защита от психикатак То есть своеобразный вот этот ФНП Но при этом Вот защиты от Морталок Базовой у них не будет И если, конечно, Морталок в игре будет мало То тогда это даже интереснее становится Если, конечно, Морталок останется такое же количество То это будет печально И помимо стрелковых атак Либра мы также могли посмотреть На его, собственно, тоже заклинание То, что Вейл оф Тайм Оно сейчас существует в игре Но это теперь немножко другая штука Это баф, который ложится на отряд В который у нас заджойнен, собственно, этот Либр Ну, в данном случае ГВН предлагает Что это отряд терминаторов Непонятно еще, к кому он вообще сможет джойниться Но к терминаторам, видимо, точно сможет И, собственно, этому отряду он выдает Состоян хитс-правила Которое было уже сказано Ранее в предыдущих роликах То есть, да, ничего бросать не надо Никакого каста здесь нет Просто вы заджойнили И он раздает такой вот баф С одной стороны, можно сказать, что грустновато То, что пропала вот эта сама механика такая Да, вот то, что мы кидаем кубики Что у нас какая-то вот стопсайкер Они действуют как-то иначе Не так, как отдельные другие юниты Да, у нас в кодексах Но, с другой стороны, они стали гораздо стабильнее И, во-вторых, ну, возможно, это будет более балансно сделано Вот, но, опять же, надо смотреть Конечно, хрен его знает, как это будет реализовано Из минусов, конечно, то, что, судя по всему У нас сейчас у псайкеров У всех будет просто, условно, базовое Какое-то количество вшитых спылов Которые фактически являются просто Своеобразными бафами для отрядов Которых они джойнятся Ну и, возможно, стрелковых атак несколько С одной стороны, это будет очень удобно Потому что, например, условно, у нас будет, например, что У Либра в терморморе у него вейл оф тайм У Либра просто карландского У него, например, будет Might of Heroes И вот все в таком же ключе То есть, немножко в плане игры Это будет удобнее То есть, не будет этого разброса Когда мы постоянно такие Не понимаем, что у этого взят, что у этого Нет, мы знаем, что у этой модели всегда фиксировано Из недостатков, конечно, пропадает вариативность По-любому Ну, то есть, если не будет возможности менять эти сплы Немножко грустновато Потому что, да, мы привыкли, что у нас есть у псайкеров Вот эта вот возможность закачиваться То есть, у них доступ в школы Хотя бы к одной школе у них доступ есть Там, типа, 6 спылов Там ты выбираешь что-то Ну, раньше когда-то накидывал, конечно Но это выглядит более играбельно, чем было до этого То есть, это будет просто банально юзабилити повышается Это просто удобнее пока что выглядит Но, конечно, на фоне этого интереснее посмотреть А что, например, будет с именными псайкерами, да? То есть, останется ли у них те же вот эти спылы То есть, например, возьмем какую-нибудь Тигурия, да? У Тигурия тоже так же останется вейл оф тайм Но ему добавят что-то еще Или у него, например, будет улучшенная версия вейл оф тайма Не знаю, правда, как она может быть улучшена, но тем не менее Или, например, у него будет смайт улучшенный Либо у него просто будет увеличенное до количества этих бафов Интересно на всех вот этих вот именных псайкеров посмотреть И посравнивать их с обычными псайкерами Насколько они будут круче Но это как бы будем посмотреть Скорее всего, все-таки это мы выясним уже с выходом редакции Если, конечно, не сольют профили всех моделей Но пока что, наверное, не сольют Но это еще не все Мы можем, прежде чем приходить к вердаку, которую на ГУГ я показала Мы можем посмотреть, что еще у Либра нам, собственно, показали из оружия Ну, точнее, из всего, что у него есть Во-первых, мы увидели, что, правильно, у Либра есть форса Не знаю, почему я сказал правильно Но, тем не менее, у Либра есть форса И интересно, что на модели это у нас топор И по профилю того, что показали Это 6-1-3 Это похоже на, ну, чем-то похоже, собственно, топор по профилю Но, с другой стороны, мы не видели сейчас другое оружие в редакции И в профиле именно у него написано Это не форс-топор А у него написано, что это именно просто форс-оружие Что, на самом деле, может намекать, надеюсь, очень, конечно, надеюсь Что, наконец-таки, у нас пропадет вот это Вот то, что я уже говорил много раз в разных роликах Пропадет эта разница между форсовыми версиями пушек Ну, и, собственно, ПВшными К чему это? А то к тому, что у нас сейчас есть форсовый топор У нас сейчас есть форсовый посох У нас сейчас есть форсовый меч А это все сольется у нас в единый профиль Какой в этом, в первую очередь, смысл? Ну, во-первых, удобство Опять же, один профиль Никто не будет путаться, кто там чем бьет Потому что, например, сейчас вот у нас был как бы разница в этих профилях И плюс в какой-то момент ГВ бафнуло, например, ПВшное все оружие Повысив силу всему плюс один И люди до сих пор путаются иногда Че, какой силы бьет, какой АП Вот это вот все А тут у нас всегда один профиль Все Неважно, что в руках Ну, и лично мое удовольствие от этого Я думаю, многим, в принципе, это тоже будет приятно То, что вы более в свободных своих конверсиях То есть, вы не нарушаете там визивик банально Потому что даете Вот, лебру вам нравится, что вот с модели все ходят с топорами И вы выдаете всем лебрам топоры Может быть, по правилам, типа, были эффективнее Мечи, но вы выдавали топоры и сосали бибу Или, например, у какой-то модели вообще не было, например, топора А тут вы как бы, ну, выдаете, ну, посох этот топор Какая разница, выглядит все равно там булава, копье Какая разница, все равно это одно и то же форс оружие Вот, в этом плане очень круто Ну, и, конечно же, хочется верить, что, возможно, с ПВХами то же самое будет И с ПВХами будет то же самое То, что неважно будет у тебя там топор, меч Вот это вот все, это круто Ну, кулак остается, конечно, отдельным оружием Это мы точно уже уверены Вот, но, короче, если так, то это очень круто Ну, и, да, все еще, как бы, форсал у нас остается более рандомный по дамагу То есть, у нас Д3 там дамаг Ну, собственно, как и было Интересно, конечно, посмотреть, что там будет у фракции, у которых много этого оружия Ну, у одной фракции это серых рыцарей Что у них с немецей с оружием сделают Хотя, справедливости, да, это немец с оружием, оно немножко все-таки другое Это все-таки не форса Ну, не совсем форса Это, хотя, это та же форса, на самом деле Кого мы обманываем, опять эти сервисы, как будто это такие Вы не понимаете, это другое Ну, в общем, интересно посмотреть, что они сделают с остальным этим форс-оружием Но и это еще у нас не все было Потому что, что мы увидели, правильно У Либра появилось, как бы, комби-оружие Тут немножко, на самом деле, ломает башку то, что мы видим, что Либра у нас штромболтером Вот, ну, буквально он в руках его держит Такой пи-пи-пи, готов делать Но, ну, точнее, ладно, он не держит, что в руках он у него на предплечье висит Но, у него есть как профиль штромболтера Который, в принципе, эквивалентен тому же самому штромболтеру, что мы видели у терминаторов до этого показывали Но у него появилось некое комби-оружие Причем, вот, не написано, какое это комби-оружие Просто комби-оружие Какое-то, что-то такое, непонятно Тут Шварценеггера надо вставлять из хищника И из интересного, что это оружие, делающее один выстрел, четверть силы, но при этом имеет анти-инфантри Что возможность, ну, соответственно, вундить инфантри всегда на фиксированное значение Не важно, какая там тафна И при этом самое, что интересное, что у него есть девастетинг функций То есть, типа, возможность просунуть морталки То есть, типа, мы смотрим по профилю и не совсем понятно, что это То есть, похоже, что-то, типа, на комби-плазму, наверное Ну, типа, по профилю Ну, с тем, что там есть морталки, наверное Типа, она перегрелась Или что-то такое Но все еще непонятно, что вообще это такое Потому что, буквально, если мы сейчас наблюдаем вот этот профиль Может быть, это повод того, что все комбики также сольют Ну, то есть, типа, в принципе, с одной стороны кто-то скажет Ну, типа, это шиза какая-то Зачем сливать комбики Но, с другой стороны, а может быть, это и могут сделать Потому что, опять же, у нас было, что у некоторых моделей Появлялись проблемы с тем, что Точнее, юнитов Появлялись проблемы с тем, что ГВ начинала менять им закачки Типа, например, тех же терминаторов ДГ Которым ограничили количество набирания комбика Или, например, ограничивали количество определенных комбиков в юните Это, опять же, немного развяжет руки Да, конечно, это еще усилит лудно-наративный диссонанс Когда у вас там комби-флеймер и комби-мель Стреляют буквально одинаково Но пока что мы не видели других моделей с комбиками Поэтому непонятно Может, это какой-то особый комбик Может, это будет именно комбик Только относящийся к шторм-болтерам Или, например, к комби-болтерам Да, номинально это всегда у нас было Фактически одним и тем же оружием Но вдруг они это разнесут Может, у нас появится как бы шторм-болтер и комби-болтер Это будет два разных оружия А при этом, например, те же комби-мельты и флеймеры И всякие плазмы останутся теми, которыми были Ну, короче, пока непонятно Просто какая-то странная хренота Но, как бы, будем посмотреть, что из этого сделают Помимо этого, конечно, мы можем переходить уже, конечно же, к нашему вердаку И что у нас есть у вердака Самого интересного, что мы пока что увидели Я знаю, что некоторые возмущались Типа тому, что Какую головенную стрелковую, ну, психо-психо Атаку дали этому вердаку Но, на самом деле, очень прикольная штука-то ему дали Потому что, да, по базовому профилю фигня вообще абсолютно, ну, не пугающе Это не сильно выглядит Потому что это всего одна атака Шесть, минус три, один Ну, да, типа одну вунду снять, конечно, уа, как круто, да Тем более, по четвертому баллистику еще это сделать Ну, будет, возможно, не очень как-то круто Но! Там сразу же мы видим потенциал для раскачивания Почему? Потому что у правила вердака звучит то, что если он находится в юнити Из базишек, то за каждые пять моделей в этом юнити Он усиливает это заклинание Усиливает это тем, что повышается сила и дамаг на один Соответственно, в максимуме там до пяти Что это нам значит? Что при полном отряде Ну, предположим, при двадцатке, да Он будет стрелять десятой силой с пятым дамагом Да, это один выстрел Но самое важное, что здесь появляется У этой психоатаки есть правило пресижен Мы точно, опять же, не знаем, как работает пресижен сейчас в этой редакции Но, то есть, именно механику работы Но, ориентируясь, опять же, на все предыдущие Мы знаем, что такое из себя представляет этот пресижен Пресижен — это правило, которое позволяет вам выцеливать персонажей Ну, логично, у нас появились персонажи, которые сейчас джойниться в юнит И они, ну, точнее, все могут практически джойниться в юнит, судя по всему И ГВ дает у нас, возвращает этот старый аппарат пресижен Который позволяет выцеливать чарактеров И несложно посчитать, что с пятым дамагом и с правилом пресижен Эта пушка начинает работать очень интересно Точнее, это психоатака Она позволяет нам просто выщелкивать чарактеров каких-то Потому что, да, это может ваншотнуть чарактер Если у него нет инвуля И у него нет защиты от психоатак То есть, да, Либр может откидаться защитой от психоатак Плюс у Либра есть четвертый инвуль Ему есть что откидывать Но, например, да, какой-нибудь летеха обычный в отряде И он просто бам и прострелили башку этим Ну, там, шестерочку не кинул на сыре И все, у нас минус летеха И это, на самом деле, возможно, круто, но немножко страшновато Почему еще тем более страшновато? Потому что здесь второе правило У нашего прекрасного вердока И это даджамп Да, старое заклинание Работает оно, в принципе, по своей механике Так же, как и раньше Мы убираем отряд и ставим в девяти от противника В конце мулмент фазы Это происходит Но вот тут интересно Потому что тут работает как бы у нас То, что орки, они такие немного ебобо И это правило у нас работает все-таки Как активная какая-то обилка Не как пассивная какая-то, как у Либра, например, мы видели Потому что здесь надо кинуть кубик Здесь надо кинуть кубик Но это больше похоже именно на что не система каста А просто у нас есть как бы Вот такая вот особенная модель в виде вердока Мама ему говорила, что он особенный И работает это следующим образом То есть мы кидаем кубик на 2+, Мы, собственно, спокойно переставляем отряд И делаем это действие На колышек Д6 марталок юнит у нас ловится Ну, то есть такой Орки перегрелись В принципе, для орков Ну, конечно, да Это немножко создает нестабильность В нужный момент, конечно же, бывает Или вылетать кол Но как бы чисто нарративно Это прикольно Потому что у орков какая-то шиза все время происходит Вердоки любят взрываться, в принципе Поэтому как бы забавно Но сейчас пока что это выглядит Как какая-то, возможно, очень страшная камбулина Потому что, ну, возможно, там надо смотреть Как орки будут чаржиться Но, думаю, вы можете представить себе этот момент Потому что орки у вас где-то прошли Потом кипум До джампа перелетели И видят какой-то ваш целевой юнит Если вы там не заскринились везде И просто этот ублюдочный вердбой На 4+, попадает Убивает вашего какого-то суппортного чара Которого в отряде просто сразу же убил и все А потом эти бойцы вылетают У вас чаржатся Ну, возможно, даже сильная какая-то камбулина у нас вырисовывается Но, опять же, будем посмотреть Потому что пока что непонятно Че это такое будет Ну и теперь у нас закончено все, собственно, с психофазой И мы переходим к чему? Правильно, к мораль фазы Которой тоже нет Ладно, теперь у нас есть батлшок тест Сразу же скажу Механика Ну, ладно, обе мне пока что штуки нравятся Пока что, как они выглядят Что психофаза, которая нет Что мораль фазы, которая нет Но они гораздо интереснее Но, сразу же Батлшок, поехали Собственно, как у нас теперь работает батлшок? При каких обстоятельствах кидается тест? И когда он кидается? Кидается он у нас В нашу команд фазу Мы кидаем в команд фазу За все юниты У которых В юните потеряно половина моделей Ну, то есть это касается Всех юнитов, которых состоят у нас больше, чем из одной модели Либо, что более интересно Модели, у которых потеряно больше половины вундов А это касается всех персонажей Техники и прочего Что бы у нас там не могло бы быть И это уже становится интересным То есть да, наконец-таки Неожиданно Неожиданно У нас появляется смысл В этом сраном ледаке У персонажей У техники Которых сейчас спрашивали Зачем ринке Или вот импульсору Нужен ледак? Ну вот зачем Потому что она теперь будет проходить ледак И все-таки О, боже мой А что же будет, если я провалил ледак? Ну, если ты прошел его Естественно, ничего не происходит Вот И если ты провалил его То на ряд эффектов Накладывается на эту модель или юнит До следующего начала Твоего следующего хода То есть на весь батлраунд условный Ну, то есть типа два хода Твой ход, ход противника А у тебя работают дебафы Какие дебафы работают? Во-первых Параметр Objective Secured Или как его там назвать Objective Capture Короче Как это сокращать? Вот типа OC OC Можно OC Называть его просто Или как это Контроль Короче, параметр контроля Падает у нас до нуля То есть модель Больше не может вообще Или юнит Не может скорить точки Если, конечно, там не появится Какой-нибудь приписки Что если никто не скорит точку Тогда ты ее скоришь Но, надеюсь, такого не будет Это да, значит, что модель Больше не может скорить Во-вторых Если модель решается Или юнит Совершается в фуллбек Это использовать для этого правила Desperate Breakout Опять же Мы не совсем понимаем Что это сейчас значит Но если ориентироваться На предыдущую редакцию У нас Ну, девятую То мы знаем, что это у нас Там условный бросок какой-то Который вы можете потерять В своей модели То есть можно на фуллбеке Чисто там обосраться И еще часть моделей Своих потерять И последняя Тоже немаловажная штука На эти модели Или юниты Больше не работают Стратогемы На них невозможно Их активировать вообще И это пока что Выглядит прикольно То есть Во-первых У нас пропадает эта штука Что у вас теряются В мораль фазу модели То есть все Больше у нас моделей Никто у нас не убегает Никто у нас не обсирается Вот этого вообще нету Но при этом мораль Ну прямо сильно начинает Значимо Пока что выглядит По крайней мере Значимое влияние на игре Потому что у вас теряется Контроль определенными моделями То есть стратогемы А мы видели уже стратогемы Которые у нас есть в игре Ну некоторые И они Ну банально сильные Они сильные Их хочется использовать Это уже типа Серьезный минус Ну и возможность Точнее невозможность Контролировать обжективы Это тоже на самом деле Очень важная штука Прям ого какая важная Опять же Банально там например У вас стоял отряд Каких-то интеркейкеров И они провалили Свой ледак на точке И тут подъехала Катериночка И просто забрала ее С своим там Обсеком Ну не обсеком С моим контролем В два Более того Самая интересная сейчас Вещь которая из этого Всего вырисовывается Это Важность хомскоринга Ну мы опять же Не знаем какие будут миссии Как будут располагаться точки Вот это вот все Надо это будет Как бы посмотреть Но Важность хомскоринга Возрастает и требования К этому хомскорингу Почему? Потому что Как бы многие любили из нас Думают например Часто в каких-то ситуациях Держать там каких-нибудь Культистов там на точке Ну ты знаешь Что противник тебе Их точно там не застрелит У него просто атак не хватит А ты точно останешься И ее точку законтролишь А тут появляется Такая банальная ситуация Как то что Ну да Ты оставил на своей Хорошо как бы Точки защищенные То есть противник Тебе не придет В каких-нибудь отряд Каких-нибудь бомжей Там десятку эгэшников Десятку культистов Или еще чего-нибудь А противник просто пострелял Убил тебя пять моделей Ну да Это не заставит там Ледак Ну типа раньше Ты мог там Автопроход морали сделать Будет ли сейчас Автопроход морали Хороший вопрос Посмотрим Но тут Ты просто провалил ледак И точка становится ничейной Ты не можешь поконтролить Буквально вообще Вот это слово никак Ну этим особенно юнитом Тем более Так как это происходит Еще в твою команд фазу То есть ты не успеваешь На это скорее всего Среагировать Потому что Ты не успеваешь подвинуть Какие-то другие модели На это место То есть ты уже Все у тебя провалили ледак Ребята И точка не твоя А в начале твоего хода Ты ее не скоришь Скорее всего Все-таки останется Эта механика того Что важно именно Скорить точки На начало своего хода Вот И это может Очень сильно влиять в игру И наконец-таки Мораль становится Какой-то значимой Тем более Что мы видели Уже ледаки Многих юнитов И ледаки Не то чтобы Супербольшие какие-то Ну то есть Это не какие-то Космические значения Что все-таки Ой я автоматом прошел Ой я автоматом прошел Вот это вот все Нет Это пока что не так И это интересно Тем более Опять же повторюсь Обседительно То что наконец-таки Система морали Работает на персонажей Наконец-таки На персонажей И на технику При этом если кто-то Скажет что типа А что такое Техника провалила мораль Ну мы можем воспринимать Это просто как Такое своеобразное Не именно игровую Здесь условность Вначале да Как раз игровую условность То есть у нас здесь Появляется Возможность как бы Интерпретировать Этот провал морали То есть банально Например у вас там В отряде убили Половину моделей И просто вот типа Это отображает Что отряд сейчас Прижат огнем Поэтому не может Нормально действовать Или в случае с техникой Так как мы знаем Что например у многих техники Пропадет Так или иначе Таблица повреждения Это как раз Объясняет то что Ну техника повреждена Вот в этот момент Она повреждена Нет водитель ее контужен Или еще что-то Не может он сейчас Нормально управлять Единственное что Пока что меня В этом всем смущает То что мораль Ну проваливаться Сейчас будет возможно Чаще чем раньше И это прикольно Но есть такой моментик Что у нас Как бы этот тест Проходится Каждую вашу Команд фазу За каждый ваш юнит В подобном состоянии И мы не знаем Сколько сейчас Средним будет юнитов В игре То есть возможно Их будет очень мало А возможно много Хрен его знает Да Вот Но если юнитов Будет много То это возможно Будет создавать Очень неудобные ситуации То что да Как бы мораль фазы Убрали Вроде бы типа хорошо Убрали от этого Место как бы освободилось Но с другой стороны Мы теперь сидеть Будем и ждать Начинать с команд фазы Это такой ад тюнн пройти мораль Эд пройти Эд пройти Эд пройти Каждый раз сравни Там параметр Ну опять же Возможно если не будет Сильно разница параметра То и сильной проблемы Не будет Или мы видим Будет эти карточки перед собой Постоянно И будем все время сравнивать Тоже не будет проблемы Но потенциально В общем может быть неудобно Посмотрим Как же она будет Или нет То же самое Вот как бы сейчас Денис часто говорил Что например Параметр вот этого контроля Неудобный Я пока что не вижу В нем особое неудобство Опять же Если мы будем видеть Особенно перед собой Конечно будем видеть Это конечно пока что непонятно Но как бы будем посмотреть В общем Подводя итог Что могу сказать Ну на самом деле Я тут пока что Ну вот как бы Мы не знаем опять же Всех деталей редакции Поэтому мы сейчас говорим В ограниченной информации Да Но Но пока что За мораль фазу И психофазу Я снимаю свои две Воображаемые шляпы Я даже сегодня не буду Говорить алло ГВ Звоню тебе по конструктору Вот Потому что пока что Это выглядит интересно Это как минимум Выглядит интересно Потому что это Отличается от Предыдущих редакций При этом Как по мне Отличается в положительном ключе То есть психофаза У нас перестала быть Рандомной херотой Какой-то непонятной Которой часто И она являлась Ну в той или иной мере Она была такой Остановится более чем-то Стабильным Псайкеры становятся Более стабильными Возможно более Используемыми Теперь в редакции Главное что Кстати пропадает Такая штука Вот что раньше было Как бы у нас Какая-то супер Магическая фракция Да И там типа тысячников И вам Играет за каких-нибудь Спейсмаринов Просто банально Загинает все Что было в седьмой редакции Что было например В девятой редакции А сейчас это выглядит Как вполне себе Легитимная опция Которую стоит использовать Что касается морали Ну пока что на самом деле Лучшей морали Я даже вспомнить не могу Выглядит пока что Очень круто Очень прикольно То что влияет на игру Конечно посмотрим Как это будет все работать Но опять же Потенциал тут огромный Как минимум еще и потому Что наконец-таки Возможно наконец-таки У нас начнет работать Какие-то эти минуски ледоку Потому что минуски ледоку Будет очень серьезным Дебафом в этой ситуации Да кто-нибудь скажет Что у нас были фракции Которые могли играть Но нет Они не могли играть Полностью от ледока Потому что у нас были Те же ночники Или например Дарк Эльдары Но в некоторых ситуациях Они могли создавать Еще классные камбулины Которые могли Бить по противнику Именно по его ледоку Им было неудобно Но банально это ломало Все то что Противник у вас на технике Пришел Ты такой Сейчас у тебя ледок пониже Он такой Ага Окей Че Вот понизил ты мне ледок А тут типа Понижение ледока Будет банально работать Уже против всех Поэтому это интересно Но опять же Будем посмотреть Как это будет работать Так что пока что Эта статья выглядит Очень интересненькой И Че Ждем следующую Берегите себя И свои миньки Слышь поставил И подпишись Субтитры сделал DimaTorzok